всем привет на канале удачмен сегодня мы с вами продолжаем тему палестинских беженцев германии и я хотел бы остановиться на вот этой вот резолюции организации объединенных наций практически единогласно принятой вот этой вот конторы по вопросу палестины что мне сразу бросилось в глаза практически все глобальные резолюции которые принимаются в оон почему-то получают всегда 143 голоса практически все вот эти вот резолюции получают именно такое количество голосов я задался вопросом посмотрел статистику вот этой вот всех этих их выступлений всех этих резолюций и пришел со своей стороны выводу о том что те же самые допустим ангола чат гвинея бисао и им подобные мазамбики зомби и так далее просто-напросто за компанию дают свои голоса за чтобы иметь какие-то поблажки от этой организации иметь какие-то дотации иметь какие-то послабления в каких-то своих корыстных целях или каких-то своих вопросах но интерес вызывает другое вот это вот резолюция которую гутерриш озвучил и они сказали что все да типа мы посовещались я решил будем создавать государство палестина на ближнем востоке это вызвало сильнейшую радость среди в первую очередь беженцев палестинских живущих здесь на территории германии многие живут клановыми системами семьями с 80-х 70-х годов нигде не работают вот представьте себе допустим люди приехали сюда в 80-е годы в начале 80-х годов бежали из палестины бежали из бейрута и вот с тех пор вот уже свыше 40 лет они нигде не работают ни папа ни мама ни бабушка ни дедушка ни дети но однако ездят на мерседесах ездят на последних моделях audi bmw у них у многих есть собственные хорошие добротные дома но они блин нигде не работают откуда у них деньги это деньги заработанные криминалом это деньги заработанные наркотиками проституции и продажи оружия вот четыре пункта по которым эти палестинские беженцы здесь живут и жируют но возвращаемся опять-таки к этой резолюции организации объединенных наций согласно этой резолюции в ближайшем будущем на территории вот этой вот палестины с израилем будут еще идти какие-то перетирки о создании вот это вот государство палестина скорее всего вот это тот западная иорданская земля это будет официально палестиной сектор газа может быть и де юре отдадут израилю но всех палестинцев попросят переселиться туда кто его знает может быть и так но радость вот этих вот граждан палестинцев которые здесь живут бегают с флагами вот этими по улицам и кричат что нужно этих всех уничтожить нужно этих всех задавить нужно эту страну сравнять землей да нужно вот этих всех поддерживающих выгнать туда и их тоже сравнять землей они вообще-то не задумываются о том что их могут депортировать после создания государства палестина в это государство граждане живущие в берлине немцы русскоязычные белорусы и украинцы если вы меня сейчас смотрите скажите своим вот этим знакомым палестинцам что их ожидает в ближайшем будущем после создания государства палестина и если действительно создадут такое государство со всеми его гос структурами со всеми его учреждениями государствами и политическими то в первую очередь вот этих вот палестинцев которые живут здесь уже десятилетиями и нигде не работают их попросят отсюда туда в палестину потому что у них здесь нет ни документов у них здесь до сих пор статус терпимых беженцев потому что там все-таки конфликтная ситуация постоянно пороховая бочка и так далее и и в первую очередь отсюда если у нас к власти в следующем году придет действительно жесткое правительство о котором сегодня все вот так вот говорят многие кричат что нужно чтобы у власти стоял такой же жесткий человек диктатор как когда-то был сталин или еще кто то если действительно к власти в германии придет такое жесткое правительство то всех вот этих вот палестинцев это правительство на основании резолюции оон о создании государства палестина отправят в палестину для того чтобы они строили свое благонадежное культурно развитое палестинское государство они бегают тут радуются они кричат с флагами машут что вот палестина палестина вот пожалуйста вам сейчас дается возможность создать свое государство на официальном уровне едьте туда и создавайте не надо здесь бегать с флагами или как мне когда-то одна женщина сказала на патриотом хорошо быть когда ты за границей я никогда не считал себя патриотом а к примеру россии да я там никогда не жил я там никогда не работал почему я должен считать себя патриотом этой страны я разговариваю с вами на русском языке для того чтобы вы меня могли понимать и канми то и кого в дочери но не все меня смогут понять поэтому я говорю с вами на общей принятом между нами языке для того чтобы вы знали мою точку зрения мое мнение на происходящее вокруг нас события вот такие вот дела интересно получается в одном из моих последних видео где я говорил о вот этой вот на резолюции он я сказал что израиль против израиль и теперь против и будет против создания вот этого государства потому что по факту получается что это действительно не осиное гнездо в котором будут выпистовываться как в алькаеде террористы с грудным молоком с мать и матери с пеленок получающие ненависть к израильскому еврейскому народу считающие с одного с двух лет возраста что евреев нужно всех уничтожать естественно опасения израиля понятны и мне многие люди говорят а чё ты так вот на типа ратуешь за израиль почему ты за бедных палестинцев не не ратуешь извините были бы палестинцы бедными у них бы не было бы средств на вот эти вот сумасшедшие ракеты которыми они бомбили израиль у них бы не было средств на покупку взрывчатки у них бы не было средств на покупку оружия для того чтобы устраивать теракт и уничтожать людей почему я должен их уважать, их защищать,-им сочувствовать? Я никогда не сочувствовал бандитам, я работал в госструктурах, мы отлавливали бандитов, наркоманов, уголовников, я был по другую сторону баррикад, я никогда не шел с чувством жалости к этим людям, которые говорили, я украл эти деньги для того, чтобы прокормить мой ребенок, мне было наплевать. Если у тебя хватило ума украсть, значит у тебя хватило бы ума и сил пойти работать, но ты решил выбрать другой путь. То же самое у меня отношение к вот этим вот криминальным элементам с Палестиной, они практически все криминальные элементы, практически все, с пеленок. Это мое мнение. Я к израильтянам отношусь более дружески и с большим пониманием, чем к палестинцам. Почему так? Потому что в Израиле среди моих знакомых, среди моих одноклассников есть очень много людей, которые именно там живут. Когда-то мы учились в школе, с кем-то просто дружили, они поуезжали. Вот в 90-е годы многие из них поуезжали. Кто уехал до 90-го года, кто после 90-го года, но с некоторыми из них я время от времени поддерживаю отношения, переписываемся и рассказываем свои новости друг другу. И я знаю не понаслышке, как там люди живут. Они уехали туда еще, допустим, в начале 90-х годов, и они до сих пор говорят, что да, мы живем на пороховой бочке. Но что интересно, вот эти вот палестинцы, арабы, тунисцы, алжирцы в том же самом Иерусалиме, вот так вот сплетены, как, скажем, между израильтянами и другими народностями и нациями, как вот эти вот слипшиеся спагетти в кастрюле, которые, когда сварили спагетти, забыли бросить масло или подлить оливковое масло. И вот эти все спагетти между собой слиплись. Вот точно так же они синтезировались, вот точно так же они в такой кубышке, в таком клубке живут среди израильтян. Вот эти вот палестинцы, арабы, тунисцы, алжирцы. И мне знакомые рассказывают, как там те себя ведут. Те, кто живут в Израиле, те, кто работают, они работают и понимают всю политику страны, и прекрасно понимают и осуждают со своей точки, со своей позиции, осуждают действия вот этой Палестины. Даже некоторые палестинцы, которые живут в Израиле годами, десятилетиями. А то, что кто-то сидит у себя дома и кричит через экран компьютера или телевизора, вот посмотрите, бедные палестинцы, вот посмотрите то. Ну, пожалуйста, вот им сейчас предоставили возможность создавать свое государство. И я так думаю, что до конца этого года все-таки окончательно будет эта резолюция запущена в жизнь, и государство начнет создаваться по крупицам. Естественно, туда будут эти сумасшедшие финансовые вложения многих мировых корпораций, многих западных государств, для того, чтобы в первую очередь эти западные государства и мировые корпорации имели зону влияния на Ближний Восток. Но я никогда не буду, блин, стоять на стороне палестинцев. Никогда, потому что я вижу, как они ведут себя здесь у нас в стране. Они ходят по улицам, они ведут себя наглейшим образом, они грубят в магазинах продавцам или продавщицам. Они женщин, вот эти вот палестинцы, мужское население, они женщин за людей не считают, они заходят в магазин, они разговаривают с продавщицами или с кассиршами, как с каким-то быдлом. Так почему я должен уважать вот этих вот уголовников, вот этих вот ушлепках, вот этот хулиганье, который 20-30 лет возраста, а у него нет никакого уважения, никакого, как говорят, никакого респекта перед теми, кто работает и, допустим, продает ему продукты питания. Почему я должен относиться с уважением к вот этому вот быдлу? Пускай оно бегает там с флагами Палестины или с флагами Туниса или еще с какими-то флагами. Я считаю, что с этой позиции я прав. И я считаю, что укреплять границу Израиля с будущим государством Палестины тоже надо. И сделать так же, как вот делают Соединенные Штаты на границе с Мексикой бетонную стену, или как делает Египет на границе с Израилем и сектором газа, бетонную стену по всей территории границы. Сделать бетонную стену, выложить минное поле, поставить лазерные турели, и все будет в порядке. И тогда эта Палестина будет жить спокойно. Ну это так, мечты о будущем. В общем, не забудьте подписаться, корректно себя вести на канале. И самое последнее. Кто-то мне сказал, почему я удаляю комментарии? Кто-то написал, какое ты имеешь право удалять наши комментарии? Я в первую очередь не удаляю ваши комментарии. Если вы не умеете правильно себя вести, ваши комментарии уходят автоматически в спам. Раз в несколько дней я проверяю эту папку и смотрю, если там комментарий нормальный, ничего плохого в нем нет, может быть человек просто написал слово дурак или еще кто-то, я разрешаю этот комментарий для всеобщего обозрения. Если же там конкретно расовая ненависть, разжигание межнациональной розни и так далее, и комментарии, и пользователь отправляются в бан. Так что, когда человек пишет мне какие-то комментарии, они уходят в спам, он мне потом пишет, на каком основании или какое я имею право удалять комментарии. Во-первых, не я их удаляю, это удаляет жесткий фильтр, эти комментарии. А во-вторых, по праву автора канала, если я считаю, что этот комментарий не достоин того, чтобы его видели все люди, заходящие ко мне на канал, значит, этот комментарий не будет допущен к всеобщему прочтению. Если же человек не умеет себя вести, впоследствии этот человек отправляется в бан вслед за своим комментарием. Поэтому будьте предельно культурны, вежливы и корректны в отношениях друг с другом. Всем удачи, пока!